Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, уже слышали новость, что буквально принудительно депутатов заставляют пересаживаться на отечественные автомобили. Среди предложенных автомобилей ВАЗ, Волга и Москвич. ВАЗ и Волгу мы прекрасно знаем, а вот Москвич, современный, появился на нашем рынке относительно недавно. Поэтому сегодня обзор на нашем канале будет немножко нетипичный. Я покажу вам, что представляет из себя этот автомобиль. Мы с вами прокатимся на действительно депутатской в будущем машине и посмотрим, на что она способна. Конечно, по городу сильно не разгуляешься и никаких сверхиспытаний не будет, тем более это каршеринг. Я не буду говорить какой, потому что за рекламу мне не платят, но я думаю, вы увидите это на картинках. А на каршеринге я катаюсь предельно аккуратно. Давайте посмотрим сначала салон, задняя часть, в принципе такая, середнячок, багажник. Под капот заглядывать не будем, потому что у каршеринга какие-то очень-очень-очень большие штрафы, несколько десятков тысяч. Поэтому будем довольствоваться только открытием багажника. Ну, ничего особенного. Наверное, ни для кого не секрет, что эту машину изготавливают в Китае, но есть тут и отечественная деталь. Сейчас я ее вам покажу. Вот она, ребята, особый шрифт «Москвич». Ну, теперь можно немножко и прокатиться по городу. Сразу скажу, что в автомобильном деле я, в принципе, дилетант. Давно уже не вожу машину. Имя в виду на постоянной основе. Поэтому довольствуйтесь тем, что имеете. Смотрите, такая приборная панель. В принципе, незамысловатая. Рычажки, опять же, управление медиамодулем, управление дворниками светом. Собственно, как-то так. Здесь у нас большой экранчик и кнопка «Старт-стоп». Машина относительно новенькая. Едет, звучит, вернее, тихо. Сейчас посмотрим, что нам продемонстрирует экран. Какой-нибудь будет. Будет приветственная заставка. Нет, только музыка. Давайте нажмем «Домой». Bluetooth, Android, понятно. Загорелась приборочка. Русифицирована она. Пробег уже 8500 накатал. Ценник на эти автомобили растет с каждым днем. Поэтому скоро действительно он станет премиум-класса. Накопить на такой я не могу. А вот в каршеринге заказать всегда, пожалуйста. Ну что, давайте чуть-чуть пробежимся по улицам нашего замечательного города. Обязательно пристегиваемся, ребята. Каршеринг не прощает непристегнутых. Отключаем парковку. Ход пока у нее мягкий. И поехали потихоньку. Поехали, поехали. За газелькой повернем направо. Сразу на светофор нарвались. Заодно послушаем, как двигатель работает. Пока нормально. Не знаю, как он будет показывать себя дальше. Китайцы научились делать машины. Наши ребята тоже умели. Потом что-то пошло не так. И опять светофор. Видимо, сегодня у нас обзор на простое будет на светофорах. Зато пока можно присмотреться к салону. Запах еще стоит такой пластмассовый, китайский. Но я думаю, это выветрится со временем. Хотя, опять же, не факт. Здесь у нас лючок. Опа. Дорогу держит, в принципе, нормально. Хотя, по мне, все иномарки держат дорогу нормально. По сути, такая машина не маленькая. Достаточно просторная. По крайней мере, для водителя. Но это самое главное, конечно, водитель. Хотя, если депутаты будут на ней ездить, то для них пассажирские удобства важнее, в первую очередь. Потому что их обычно возят на машинах. Но я не думаю, что им достанется эта модель. Скорее всего, для них изобретут что-то новое. Китайцы постараются, наши влепят шильдик. А может быть, к тому времени уже обязуют российских автопроизводителей уже, наконец, начать что-нибудь выпускать. В общем, как-то так. Пока никаких таких прям минусов не вижу. Музыку не включаю. Хотя панель тут, сами видите, обширная. Кондиционер нам не нужен. Но вот без кондиционера сразу движок заработал получше. Климат-контроль. Все на одной сенсорной панели. Не знаю, удобно ли это трогать грязными руками. Которые неминуемо загрязняются в процессе езды. По мне так лучше. Кнопочки и крутилки. Как-то это все для автомобиля получше будет. Особенно в дождливую погоду. Которая часто бывает в Москве и регионах. Опять светофор. Очень много светофоров. Там еще и ремонты какие-то. А, там делают остановки. Давно я хотел сделать обзорчик на эту машину. Но все как-то не попадались москвичи. Их не так много в каршеринге. А я, если ещу, то пользуюсь только каршерингом. Это случается очень редко. Ну и не доводилось. А сейчас, вот как раз, когда новые инициативы начали разрабатываться в Думе, деваться некуда стал. Вот какой борзый я стал. Занял все подряд. Тихо. Еще один борзый. Много борзых здесь. Но люди торопятся домой. Все-таки пятница. Это обзор пятничный. Вот так, ребята, по хорошим московским дорогам. Хорошо идет москвич. Мужчину мы уступим. Он не хочет проходить. Тогда не будем заморачиваться. Светофоры завешаны все. Активно идет строительство. В общем, как-то так. Ну что, ребята, хотелось бы сказать напоследок. Машина неплохая, в принципе, пока новая. Но ценник... Ценник необоснованный. Здесь я прикреплю ссылочку, сколько они сейчас стоят. И вы поймете, почему я так говорю. Вот так. Сложно это назвать москвичом, конечно. Но, раз вышло такое постановление, называть китайские машины москвичами, значит, видимо, кому-то это так и надо. На этом все. Надеюсь, сегодняшний обзор был хоть кому-то полезен. А если не полезен, то хотя бы просто интересен. Видите, это одно из таких нечастых видео, когда канал пешком по Москве, передвигается по Москве на автомобиле. До новых встреч! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова